Вы задали вопрос, на самом деле, о какой-то другой организации, никогда о ней не слышал, это неважно, я не претендую, что я даже слышал про все организации, но это не еврейская организация. Соответственно, вы же знаете, наверное, уже меня слышали, я не комментирую нееврейские дела, а называется она по-украински, вы написали, это хорошо, я расширил свои знания тоже, всеукраинская религийная громада Бней Ноах. Если бы не Бней Ноах это на иврите, то можно подумать, что речь это о каком-то еврейской организации, но нет, не еврейской организации. Я не хочу спорить с этим, об этом, не хочу говорить об этом. Я даже в начале когда-то интересовался этим, интересовался, поскольку это замешаны были уважаемые люди, я не хочу спорить с этим. Но это все то, что в переводе на русский язык с ивритского жаргона называется блеф, то есть пустое дело, не надо этим заниматься. Хорошо, когда неевреи ведут себя хорошо, и ведут себя хорошо, это хорошо им и всему миру. И не надо это оформлять в какие-то Бней Ноах и прочее, и прочее, и так далее, и так далее. И это приводит, я уже, поэтому я вышел из этой инициативы, меня пригласили туда, два очень больших раввина, поэтому не хочу назвать имена, пригласили меня, зная, что какой-то у меня есть маленький авторитет, может быть, царей каких-то людей. Я пошел, поинтересовался, был на их съезде, сразу было видно, что это блеф, что это не то, никому не нужно, никаких Дней Ноах не нужно, ничего не нужно. Есть евреи, народ Израиля, есть неевреи, и неевреи, это должны, если они хотят, вести себя по-человечески, хорошо, добротно, не убивать, не грабить, не заниматься идолопоклонством, не ходить в церкви, не ходить в какие-то религии, ничего не надо. И не надо называть себя Бней Ноах, не надо придумывать ничего, надо быть хорошим человеком. Вот хороший человек, это очень хорошее звание, замечательное. А Бней Ноах же надо будет объяснять, и никогда это точно не объяснишь, поэтому нужно быть хорошим человеком. Теперь обрезание, а зачем обрезание? Зачем эта организация, всеукраинская религийная громада, зачем она хочет делать обрезание? Зачем нужно неевреев обрезать? Когда нужно будет, если такое будет, я не верю в это, но если такое будет, то придет пророк Ильяву, не самостинные, я уже по-украински стал говорить, благодаря вам, самостинные какие-то люди, придет пророк Ильяву и сообщит нам, знаете, ребята, надо делать всем обрезание. А пока этого не было, и Тора дана, нужно запомнить это, нужно усвоить это, и не надо никому обижаться. Я когда-то писал на эту тему, не надо обижаться, что Тора у евреев, но Тора у евреев и дана евреям, и никому абсолютно не дана больше, никому. А дано право каждому человеку, который себя уважает, а мне такие люди нравятся, жить хорошо, жить правильно. Вот это да, двери открыты, нет входных билетов, не надо ничего, каждый, кто хочет, может жить правильно. А что такое правильно, кто-то скажет, меня не учили, тебя учили, просто в детском саду, а ты забыл уже, будь хорошим, я надеюсь, в хорошем детском саду, не где Павлики Морозовы были, а нормальный детский сад. Я тебя учили уже, не мешать другим, не хулиганить, не воровать, не бить, ножку не подставлять человеку, ты уже вырос, уже не ножка, а нога, не подставлять, жить, короче, быть человеком, вот и будь, и все. На уровне детского сада это прекрасное изучение, больше ничего не надо. Но евреи имеют задание изучать Тора, потому что у нас есть Тикун-а-Лам, специальное дело, и вместо этого есть неевреи тоже. Мы должны делать исправление мира, Тикун-а-Лам, а неевреи не разрушать мир. Представляете, какой у нас симбиоз? Мы исправляем, неевреи не разрушают, мир прекрасен. И идет в красоту, и идет в Ганеден, да, в Ганеден, в рай. И идет в хорошие места. Если разрушают неевреи, очень плохо. Если еврей не живет по Торе, плохо. Видите, тут всем по голове дали. Но у всех есть возможности. Перед неевреями намного легче, чтобы быть евреем, надо еще сколько изучать. Вот я 45 лет изучаю Тора округленно, и чувствую, насколько я мало знаю. Я тут не играю, я тут не разыгрываю комедию никакую. Я знаю, что я мало знаю. Именно потому, что я учился 45 лет. Или 50, может быть. Я знаю, что я знаю мало. А неевреи это не надо. Не надо это все учить. Он только решает, что я буду жить, как в детском саду меня обучали. Если не ходил в детский сад, возьми книги начальной школы. Достаточно. И будешь умный. Не будешь тупой и глупой. А будешь умный. Будешь мудрый. Будешь хорошо жить. Будешь уважаемым человеком. Проживешь до 120 лет. Прекрасно. Никаких обрезаний не надо делать. Но все-таки вы спросили про обрезание. Так я вынужден ответить. Нет никакого обрезания для нееврея. Поэтому это просто медицинская операция. Которая имеет значение медицинская. Не религиозная. Медицинская операция. Теперь трудный момент. Что скажет мне? Вот это вот. Видите, читаю. Всеукраинская религийная громада. Может быть громада надо говорить. Религийная, наверное. Я не знаю. Не претендую на знание. Пригласили Мойла. То есть тому, кто делает обрезание. И этот Мойл согласился. Я буду делать обрезание неевреям тоже. Которые входят в эту громаду. Это будет считаться обрезанием или нет? Потому что выполнен по всем правилам. Это религиозный еврей. Который не соображает как следует. И согласился по этому. Но он правила знает. Он знает раз. Я тоже, кстати, учил. Я знаю правила. Как делать обрезание. Никогда бы не делал. Потому что я боюсь что-то испортит. Но теорию я изучал. Будет обрезание? Нет. Потому что обрезание это не медицинская операция. А духовный момент. Еврей в любом возрасте обязан сделать обрезание. Ему не сделали родители. Даже если ему 80 лет, он должен пойти и сделать обрезание. У вот этого Мойла настоящего. Но это не операция. Это будет именно Брит Мила называется. Обрезание. Брит Мила на Еврите. И тогда это будет Брит Мила. Потому что Брит это союз. Мила это через отбрасывание ненужной поверхностной кожи. Через это действие происходит союз со Всевышним. Но Всевышний никакого союза не заключил с ней евреями. Так что ты ломишься. Что ты творцу мира учишь его жить. Подумай что ты делаешь. Какая наглость. И поэтому не нужно никакого обрезания. Он только обманывает. А потом он будет всем рассказывать что я еврей. Обязательно будет. Вот я и обрезанный еврей. И то другое. А дальше даже говорить не хочется. Вот пожалуй я и ответил. Всего доброго. И всего хорошего всем евреям. И хорошим неевреям. Которые не занимаются ни антисемитизмом. Ни бандитизмом. Ни убийствами. Ни воровством. А просто хорошие люди. Всем привет. До свидания.